Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы участвовали во всех конкурсах слета, были везде первыми, привлекли к себе внимание, общались со всеми, были дружными. Среди всех наград была индивидуальная. Командир нашей команды Айдар Тазидинов стал победителем в конкурсе сочинений. У нас тоже свои соревнования. Среди командиров тоже были. Надо было подготовить сочинения от первого лица по военному рассказу. Я взял рассказ «Иммануэль Казакевича. Звезда». Подготовка к слету началась у школьников еще в январе. Тяжелые физические нагрузки и ежедневная подготовка проверили ребят на прочность. Как тому подтверждение, лучшая команда конкурса. Но, как говорится, нет предела совершенству. Один из умных выразил мысль, если ты доволен своими учениками, то тебе уже надо уйти из этого всего дела. Работаем, так есть. Результат, хороший результат. Но, еще раз говорю, что надо работать, 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 чтобы это было еще более качественно, более конкретно и, наверное, правильно. Что порадовало? Порадовало то, что мы можем в сложных ситуациях принять верное решение и быть людьми в любой ситуации. Ну, довольны. Ну, если честно, то да. В конце встречи глава администрации вручил благодарственные письма родителям кадетов за отличное воспитание детей. Ну, а участникам военно-патриотического слета большой торт. Не уроните. Чай попьете. Константин Меркша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Но, тем временем, в Куергазинском районе состоялась праздничная программа, посвященная Международному женскому дню. Представители прекрасной половины человечества поздравили руководителя района. Милые, любимые, родные, желанные, с праздника! Мы любим вас! Программа праздничного мероприятия началась вручение цветов женщинам. В зал Дома культуры и молодости накануне 8 марта были приглашены представительницы прекрасной половины человечества. Многие из них трудятся в различных сферах. Это педагоги, работники правоохранительных органов, операторы машинного доения, журналисты и многие другие. Собравшись с Международным женским днем, поздравил глава администрации муниципального района Ахат Куплахметов. Низкий поклон вам и сердечное спасибо за самоотверженный труд на благо района. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю вам и вашим близким счастья, радости и добра. Пусть в ваших сердцах живет любовь, а в ваших домах не умолкает детский смех. Будьте здоровы, красивы и любимы. И пусть всегда рядом с вами будут добрые и надежные мужчины. В преддверии 8 марта сохранилась добрая традиция – вручение премии имени героя социалистического труда Шавалия Вахитова. Шавалий Мухаммедович лично принял участие в церемонии награждения лауреата. Премией удостоена оператор машинного доения СПК «Искра» Альфия Мирасова. Ей вручены диплом и денежная премия. Ну, давно я работаю. Работу свою люблю. Я рада, что так выбрали меня. Сегодня на хрупких плечах женщин лежат не только домашние заботы и воспитания детей. Женщины проявляют высокие профессиональные деловые качества, активно участвуют в социально-экономическом развитии района. Так 37 специалистов разных сфер деятельности получили почетные грамоты и благодарственные письма администрации района. Самые искренние пожелания милым дамам в сидящем зале адресовал почетный гость мероприятия, член Комитета Федерального Совета Российской Федерации по международным делам Рафаил Зинуров. Благополучие, успехов, лад семье. А мужчинам вы любите ваших девушек, жен, бабушек, сестер, внучек. Это будущее опять-таки основы семьи. Рафаил Нариманович передал поздравления главы республики и супружеской паре Идрисовых. Они в любви и согласии прожили 50 лет. Также сертификат на приобретение жилья получила семья Шакуровых. Много добрых слов и пожеланий просучало в этот день в адрес дорогих женщин, уважаемых коллег, любимых мам и бабушек. Свои выступления виновникам торжества подарили и лучшие творческие коллективы Куиргазинского района. Необычные рисунки появились в Кумертау в канун Международного женского дня. В предпраздничную суету художники решили добавить немного красок. Как отнеслись жители города к импровизированной оранжереи узнавал Константин Меркушев. Кумертау всегда славится своими высокими снежными сугробами. Провести их в оригинальный красивый вид смогли художники города. Красочные цветы, поздравления с 8 марта заставили улыбаться наших привлекательных женщин. Очень понравилось, очень приятно. Не только приятно мне, приятно всем и окружающим. Вообще побольше бы таких профессионалов, наверное, которые это все делают. Настолько трогательно. Давно таких моментов не было в нашей жизни. И даже эти нарисованные цветы намного приятнее, чем живые, наверное, на сегодняшний день. Даже, я говорю, ребенок у меня удивился такой красоте. И все-таки все дети, которые говорят устами младенца глаголит истина, даже ребенок это оценил. Очень приятно, особенно когда вот сейчас завтра 8 марта, как будто бы прям вот такой праздничный день, и кто-то так красиво нарисовал. Очень приятно. Отметили шедевры на снегу и мужчины. Они тоже остались довольными от увиденного. А также поздравили всех женщин с наступающим праздником. Ну, это, кстати, весьма необычно. Я даже сразу внимательно не обратил. Еще хотел бы знать, кто это нарисовал и какими руками сделано. Я вот сам сделал фоточки, вот тоже вся выложена страничка в контактах. Ну, по всеми это сделано, наверное, для женщин, чтобы они шли и радовались этой красоте весенней. Ну, и наступающим праздником. Хочется поздравить всех женщин нашего города наступающим праздником. Мы платим счастья, здоровья, личной жизни, успехов и всех благ. Многие жители города останавливаются возле этого живописного сугроба, делают селфи, выкладывают в социальные сети. Я тоже решил не остаться в стороне и сделать памятную фотографию. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин. Новости. В 2017 году Машкортостан получит из федерального бюджета 856 миллионов рублей на проект по формированию современной городской среды. Из бюджета республики на проект тоже выделяются деньги – 175 миллионов рублей. Две трети средств будет направлено на благоустройство дворов. Оставшуюся часть – на обустройство наиболее посещаемых мест. На территории нашего города три парка. Они расположены в разных частях города. Это строящийся парк взлетный в поселке Авиатор, Победы по улице Мира, а также излюбленные места отдыха горожан, парк культуры и отдыха имени Гагарина. Который из них получит средства на благоустройство. Это будут решать жители города. В ближайшее время будет объявлено о начале проведения опроса среди населения, где жителям предложат выбрать парк, в котором больше всего требуется обустройство. Уже буквально на следующей неделе мы должны будем утвердить положение, то есть формативные акты по проведению общественных обсуждений. И в течение месяца эти общественные обсуждения должны пройти. Решение по благоустройству парков будет принято лишь после проведения общественных обсуждений. Тем не менее, участники совещания рассмотрели все возможные варианты обустройства по каждому из объектов. Всего в этом году на проект по формированию современной городской среды Башкортостан из федерального бюджета получит 856 миллионов рублей. Из регионального будет выделено 175 миллионов рублей. Средства будут распределены между малыми городами. Продолжаем выпуск. На этой неделе в администрации городского округа прошло заседание Межведомства Совета. Главная тема – это улучшение темографии. Рождаемость в городском округе сократилась. Как сделать эту отрицательную динамику положительной? Об этом шел разговор на совещании рабочей группы про разработки мер муниципальной поддержки по увеличению рождаемости. Представители администрации, различных общественных организаций, врачи, педагоги предлагали свои варианты улучшения демографической ситуации. Работать есть над чем, констатировал глава администрации Борис Беляев. Участники заседания обсудили наиболее перспективные предложения по увеличению рождаемости в городском округе. Одна из мер, в частности, предусматривает в дополнение к республиканским деньгам оказывать финансовую поддержку и на местном уровне. Один из предложений было следующее, значит, выделять энную денежную компенсацию, энную денежную выплату по рождению ребенка, первого, второго или третьего, неважно, родили ребенка, там, ту или иную сумму, именно к умерталским семьям. Нам нужно, коллеги, определиться. Эффективная эта мера будет. В денежном переворожении будем выдавать средства. Либо мы будем на иную сумму какую-то продукцию, какую-то там сувенирную продукцию, нужную продукцию, набор какой-то для семьи мы будем приобретать. Ну и так далее. В чем действительно нуждаются молодые семьи и какая помощь им нужна? Для этого Борис Владимирович поручил провести социологический опрос среди жителей города. А какие из идей будут реализованы на практике, будет решено на следующем заседании. И все же самый большой эффект, по мнению большинства собравшихся, дало бы стабильное экономическое развитие города. Тогда вместе с производственными показателями росло бы число детей в семьях. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев. Новости. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.